26 января 2021 года только что я посмотрел маленький ролик где на травке сидит симпатичный парень очень похож на моего сына который живет в париже мило сидит и как-то вокруг просто какая-то суета и тут подбегает полицейский и три раза бьет ему просто-напросто сзади палкой и просто мне показалось как же так наверное это россия или белоруссия скорее всего это те страны где при власти страшные режимы страшные диктаторы которые позволяют своим правоохранительным органам таким образом издеваться над своими гражданами и мне так думаю ну как же так как же так в этих странах плохо живется как же так эти люди просто получает ни за что смотревся по видео я просто констатирую факт что это не россия и не белоруссия это голландия голландия дорогие друзья где растут очень много разных красивых цельфанов где самая развитая демократия где просветает однополые браки где однополые браки себе берут адаптируют детей где демократия в самом 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 соку и где принципе все говорят это правильная страна это очень классная страна самое интересное что если бы не друг этого молодого человека никто не узнал бы что таким образом голландии просто сзади могут подходить полицейские избивать людей за то что они вышли просто на улице и сказали какой карантин какой комендантский час мы свободные люди нам этого ничего не надо мы рассказываем свое мнение ничего не надо не надо нам этого мы хотим жить свободно не запрещайте нам пожалуйста ничего такого они вышли их избивают и об этом ни одно сми европейское мировое ничего не говорит ничего где европейские лидеры где эти демократические настроенные политики которые наверняка тоже видели такое сбивая избиение почему они ничего не говорят почему сми ничего нету почему почему сми показывают только москву почему мы сми показывают только минск где зверски избивают людей где рассказывают о том что ай-яй-яй там люди вышли на защиту навального их там избивают арестовывают а почему не показывают голландии да не показали что вышла к эта кучка людей но человека беззащитного совершенно просто он просто сидел на травке подошли и избили почему об этом не говорят знаете почему потому что понимаете последний год нас просто над нами просто делают некий эксперимент просто эксперимент они смотрят насколько мы просто готовы к этому насколько мы готовы закрыться для того чтобы над нами поиздеваться сколько у нас будет терпения сколько вы знаете каждого народа есть свое степень потерпения допустим такие вещи наверное не были возможны в такой стране как украина мы нельзя было так людей загнать и таким образом издеваться да тут был какой-то карантин но он был очень спокойно и не было ничего я сейчас нахожусь в ресторане спокойно сижу себя обеду и проблем нет никаких люди всегда одну сидят улыбаются ходят и нет у них проблем а в стране которой я живу ну не дай бог где-то что-то ты присядешь не дай бог с кем-то встретишься не дай бог посадишь кого-то в машину и дай бог вообще после 10 вечера в пятницу или субботу выйдешь на улицу получишь огромный штраф и огромнейшие проблемы кому это нужно кому такая демократия нужна ну что вообще животные которых можно таким образом дрессировать животных на них дрессируют я своего кота таким образом ну над ним так не издеваюсь или на каким-то другим животным вообще любой человек не ведет себя так а над нами людьми на сегодняшний день проводят просто издевательства эксперименты и рассказывают о демократии и говорят ай-яй-яй какая россия ай-яй-яй какая белоруссия какие там правители какие сволочи как они избивают свой народ давайте откроем глаза и поймем что избивает народ на сегодняшний день везде в том числе в всех демократиях которые считаются правильными и главными откроем глаза и будем друг другу просто говорить мы это не позволим мы не хотим так жить мы хотим жить свободных справедливых и правильных странах где нас не будут закрывать и нам будет право на жизнь свое право вакцинироваться или нет смеяться или нет сидеть дома или нет это наше право дорогие друзья хорошего мне подумайте как мы живем и что мы можем сделать чтобы жить лучше